Рассказывать семье, детям, гостям интересные, глубокие вещи, чтобы они почувствовали, как будто они сегодня, сейчас выходят из Египта. Что недостаточно благодарить только за какую-то вещь, а нужно благодарить за весь путь, который привел к этой вещи. И это стержень в пасхальной Агаде, нам нужно распознать любого гостя или ученика, или детей, которые сидят за столом, к какому виду, к какому типажу они относятся. Как мы это делаем? Написано, что мы это можем понять по вопросу, который они задают. И, конечно, возникает вопрос, а в чем же исправление, в чем помогло это рабство евреям, если за 210 лет они опустились на 49 уровень чистоты? Приближается праздник Песах, и евреи тщательно к нему готовятся. Умывают дом от квасного, готовят мацу, вино, чтобы выпить 4 бокала, морор, горькие травы. И одна из важных заповедей, которые тоже требуют тщательной подготовки, это то, что написано в Торе. И расскажи твоему сыну в этот день, сказав, ради этого вывел меня Бог из земли египетской. И на самом деле в Пасхальной Агаде рассказана история о выходе из Египта. И нужно тоже к ней тщательно подготовиться, чтобы рассказывать семье, детям, гостям интересные, глубокие вещи, чтобы они почувствовали, как будто они сегодня, сейчас выходят из Египта. Разберем несколько моментов из Пасхальной Агады, которым, на мой взгляд, нужно уделить особое внимание. Один из важных принципов, которым нас учит Пасхальная Агада, это Акарат Атов, благодарность. Когда мы читаем Пасхальную Агаду, про то, как евреи находились в Египте и как выходили из рабства, то мы ожидаем увидеть Псуким из Торы, из книги Шмот, где это подробно описано. Но стержнем Пасхальной Агады мудрецы поставили Псуким из книги Дворим, из главы, которая рассказывает про Бекурим, про первые плоды. «И будет, когда придешь ты в страну, которую Бог Всесильный твой дает тебе в ней удел, и овладеешь ей, и поселишься в ней, то возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь в стране твоей, которую Бог Всесильный дает тебе, и положи в корзину, и пойди на место, которое изберет Бог Всесильный твой, чтобы водворить там имя свое. «И приди к Коину, который будет в те дни, и скажи ему, говорю я сегодня Богу Всесильному, что пришел я в страну, которую поклялся Бог отцам нашим дать нам, и возьмет Коин корзину из рук твоих, и поставит ее перед жертвенником Бога Всесильного твоего, а ты возгласи и скажи перед Богом Всесильным твоим, арамеец, скиталец, был отец мой, и сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и стал там народом великим, сильным и многочисленным, и плохо обращались с нами египтяне, и угнетали нас, и возлагали на нас тяжелую работу, и возопили мы к Богу Всесильному, отцов наших, и услышал Бог голос наш, и увидел бедствие наше, и непосильные работы наши, и угнетение наше, и вывел нас Бог из Египта рукой сильной, и мышцой простертой, и страхом великим, и знамениями, и чудесами, и привел он нас на это место, и дал нам страну эту, страну текущую молоком и медом, а теперь вот принес я начатки плодов земли, которую дал ты мне Бог, и поставь это перед Богом Всесильным твоим, и поклонись перед Богом Всесильным твоим, и радуйся всему добру, которое дал Бог Всесильный твой, тебе и дому твоему ты, и левит, и пришелец, что в среде твоей. Мы видим, что Тора заповедовала принести первые плоды, которые вырастут в земле Израиля, в корзинке, и поблагодарить Бога за эти плоды. Ну и достаточно сказать только спасибо Всевышний за груши, за персики, за яблоки. Нужно благодарить за весь процесс, за весь путь, который привел нас к этим яблокам. То есть в Торе написано, он приносит корзину и говорит, что Яков служил у Лавана, и Лаван хотел уничтожить его и его детей. И рассказывается вся история, как Яков вышел от Лавана, как потом евреи зашли в Египет, как находились в рабстве, их там угнетали. И вот евреи вышли из Египта, пошли на гору Синай, получили Тору, ходили по пустыне, пришли в землю Израиля, вырастили эти плоды, и вот спасибо Всевышний за эти плоды. То есть мы видим, что недостаточно благодарить только за какую-то вещь, а нужно благодарить за весь путь, который привел к этой вещи. И это стержень Пасхальной Агаде, что недостаточно сказать Всевышний спасибо за то, что вывел нас из Египта. А мы благодарим за весь путь, который был до этого и привел нас к этому выходу из Египта. Еще одному важному принципу учит нас Пасхальная Агада, что перед тем, как начать повествование истории о египетском рабстве и о выходе из рабства, должны у слушателей, у гостей или у сыновей появиться вопросы, на которых нужно отвечать. То есть не читать людям лекцию в Пасхальный Сетер о лекции о выходе из Египта. Нет, важно, чтобы была атмосфера, чтобы было взаимодействие между тем, кто рассказывает и тем, кто слушает на уровне вопросов и ответов. И также Пасхальная Года учит нас, что бывает всего ученики или сыновья делятся на 4 типажа. Написано, что Тора говорит для 4 видов сыновей. Один умный, один нечестивый, один наивный и один неспособный задавать вопросы. То есть нам нужно распознать любого гостя или ученика или детей, которые сидят за столом, к какому виду, к какому типажу они относятся. Как мы это делаем? Написано, что мы это можем понять по вопросу, который они задают. Умный, что он спрашивает. Он хочет понять глубже все, что он видит и все, что вокруг него происходит. Он задает вопросы, а как это работает, а в чем суть, а в чем смысл этой вещи. Теперь это умный. И ему давать соответственные ответы, чтобы он понял глубже все, что происходит. Нечестивый он спрашивает с насмешкой. Он говорит, а чем вы тут занимаетесь, зачем вообще это надо? Мы же с вами вышли из Египта, мы стали свободными людьми, а вы опять ведете себя как рабы, опять облокачиваетесь, опять в каком-то порядке пьете вино, кушаете много мацы. Да, как за столом человек должен быть свободным, должен кушать пить, как ему нравится. Это спрашивает нечестивый. То есть, он всегда спрашивает с подколом, с каким-то, с намерением найти недостаток. И ему нужно ответить так, чтобы это в него вошло, чтобы он понял. Не подходит ему ответ, который дан умному, который хочет понять и углубиться, потому что нечестивый, наоборот, он не хочет углубляться, он хочет подколоть и найти недостатки, и нужно его поставить на место. Третий типаж это наивный, который не может задать глубокий вопрос так же, как умный, а он только видит, замечает контрасты и спрашивает на контрастах, почему вчера было так, а сегодня по-другому. Кен, и это в принципе 80% людей, они больше понимают на контрастах, поэтому и Агада пасхальная тоже начинается с песни Мани Штана, чем отличается эта ночь от других ночей, и приводится четыре контраста. Ему тоже главное донести, объяснить этот контраст, что были рабами в Египте, а стали свободными людьми, вышли из Египта, получили Тору, пришли и пошли в Израиль, то есть объяснить ему контрасты. И четвертый вид ценовей это тот, кто не умеет спрашивать, и тут может быть две причины, или он маленький, еще не умеет задавать вопросы, или он вообще не в теме, он может быть взрослый человек, но он никогда не был на пасхальном в Седере, и когда он сюда попал, он даже не знает, что спрашивать, с чего начать, для него это все новое. И даже таким сыновьям или гостям нельзя просто так рассказывать, нужно сначала их вовлечь, заинтересовать, помочь им задать вопросы, и тогда уже им рассказывать. Потому что этот важный принцип не заходит в человека то, что ему неинтересно. лекции слабо заходит в человека. А только когда он пробуждается и сам задает вопрос и спрашивает, что ему интересно, он вовлечен в процесс, тогда ответы он слушает с удовольствием, они у него входят, он их запоминает, и это, и тогда пасхальный седр и вообще любой урок на любую тему в жизни имеет совсем другую силу. Музыка когда мы рассказываем о выходе из Египта, то возникает часто вопрос, вопрос, а почему вообще мы должны за это Бога благодарить, что он вывел нас из Египта, ведь он нас сам туда завел. Это как если один человек нанесет другому какое-то увечие и потом станет оказывать ему медицинскую помощь и пострадавший будет его благодарить, скажет спасибо за эту помощь, тогда человек который нанес увечие скажет за что спасибо, это же я сам виноват, что он навез тебе эту увечие, так за что мы благодарим Бога, они спрашивают, ответ такой, что мы благодарим Бога не только за то, что он нас вывел из Египта, а за то, что он нас туда завел тоже благодарим, потому что через это через Египет еврейский народ прошел закалку, прошел тикун исправления, благодаря которому он смог в дальнейшем стать еврейским народом, получить Тору и удостоиться земли Израиля, так же как Авраама виду вначале спросил у Бога, как я знаю, что мои потомки унаследуют эту землю, Всевышнему ответил, что они пойдут в египетское рабство, пробудут там какое-то количество времени, вернутся и унаследуют эту землю. Другими словами, мы благословляем отдельно на мацу и кушаем мацу облокотившись, потом мы благословляем на марор на горькие травы и кушаем ее отдельно и в мишне марор называется хозерет от слова возвращаться и потом мы соединяем вместе бутерброд из мацы и марора горькой травы и облокотившись тоже едим это вместе, потому что нет свободы, настоящей духовной свободы без того, что евреи до этого прошли физическое рабство. и конечно возникает вопрос а в чем же исправление в чем помогло это рабство евреям если за 210 лет они опустились на 49 уровень чистоты и еще немного если бы они не вышли бы хипозон не вышли бы быстро то могли упасть на 50 уровень чистоты и мы знаем что хавушим яцу на истрею митсраем только 20% пятая часть евреев вышли из египта остальные 80% они упали на 50 уровень чистоты и остались там так в чем же был смысл этого исправления этого рабства если мы видим что они так они не справлялись а наоборот они духовно опускались еще один важный вопрос в чем смысл 10 казней если евреи продолжали падать духовно и дошли на 49 уровень чистоты то есть в чем смысл каждой казни бог раскрывал себя что направляет на земле на небе во всех сферах нашей жизни и у египтян были проблемы град была саранча была кровь были вши а у евреев всего этого не было они должны были увидеть что они избран народ но с другой стороны несмотря на все эти великие раскрытия они продолжали падать духовно если бы не вышли бы хипозон срочно бог бы их не вывел то могли упасть на 50 уровень чистоты так как же такое может быть евреи смотрели на эти казни все понимали и все равно духовно падали ответы на два вопросы а также другие интересные вопросы я жду от вас в комментариях также спросите и задайте интересные вопросы во время пасхального седра в том месте где вы будете находиться если у вас будут интересные варианты ответов тоже пишите в комментариях и всем желаю песок кашера самаях веселого кашерного праздника песок чтобы каждый из нас почувствовал что он прямо сейчас выходит из египта